Большой баскетбол вернулся в Нижний Новгород. После череды предсезонных заграничных турниров БКНН предстал перед своими болельщиками на домашней площадке Фока Мещерский. Здесь проходит традиционный Кубок Нестерова. В этом году за главный трофей сражаются четыре команды. Парма из Перми, Урал-Екатеринбург, БК Самара и, конечно же, Нижний Новгород. Горожане в своем первом матче встречались с Уралом. На кону был выход в финал турнира, где победителя этой пары уже ждала Парма, которая 76-74 обыграла Самару. И пусть соперники на этом Кубке Нестерова подобрались далеко не титулованные, на одном имени здесь не вытянешь. А с учетом, что черно-белые в этот сезон вступают практически новой командой, интрига только увеличивалась. Особо это ощутилось в заключительной четверти матча против Урала. По ходу встречи Нижний ввел более чем на 20 очков, но в заключительном периоде от этого преимущества практически ничего не осталось. В погоне за лишним изяществом хозяева паркета часто теряли мяч, а гости регулярно этим пользовались и постепенно подбирались в счете. И реакция главного тренера Горожан на такое положение дел вполне понятна, но это по ходу встречи. А уже после игры Артурс Шталбергс был в само спокойствии. 15 потерь – это тоже недопустимо, слишком много. Но при такой игре, как мы стараемся играть, быстрые проходы, быстрые нападения, эти потери будут. Но в предсезонке много, много игр у нас было меньше 10 потерь. Это хороший показатель. В принципе, эти 5-6 потерь и сразу были назад 2 очка или 3 очка в наше кольцо. Нижегородцы по занаве встречи сумели вернуть себе роль ведущего в этом матче. И со звуком финальной сирены на табло горели вполне приятные для болельщиков 91-76 в пользу горожан. Лучшим игроком в составе черно-белых стал Иван Стрибков. Он мелочиться не стал и набрал очки в соответствии со своим игровым номером – 19. Еще прибавьте к этому 4 подбора и 5 результативных передач. Хорошо играли там 2,5-3 четверти. А последнюю четверть играли плохо в первую очередь в защите. Сразу урал ходит команда чуть ниже уровнем, но сразу догнальность показывает, что ВТБ с такой защитой нам далеко не уехать. Поэтому мы будем прибавлять, я думаю, сейчас завтра посмотрим видео, посмотрим ошибки свои, думаю, исправим. Озвученное в интервью завтра наступит уже сегодня. В 19 часов БК Нижденовгород снова выйдет на площадку Фока-Мещерский, где в матче за Кубок Нестерова встретится с Пармой из Перми. Продолжение следует...